всем большой привет вы на канале просто рецепт сегодня хочу показать вам замечательную идею пряничного домика это очень увлекательно интересно я думаю всем вашим деткам это обязательно понравится так что оставайтесь со мной будем готовить вместе для пряничного теста мне понадобится 100 грамм сахарного песка лучше брать коричневый 170 грамм меда любой какой у вас есть одно яйцо 125 грамм сливочного масла 2 чайные ложки соды цедра с двух мандаринов можно взять одного апельсина примерно 400 500 грамм муки мука бывает разная поэтому смотрите на особенности своей муки какая у вас продается и конечно для пряничного теста нужны специи здесь у меня специи для глинтвейна примерно 3 чайные ложки их можно заменить половиной чайной ложки кардамона молотого половина чайной ложки мускатного ореха в таком же количестве корицы и гвоздики все это смешать и будет вас такая же вкусная специя либо положить какие-то специи по своему вкусу и желанию в сотейник выложу мед сахар специи и цедру перемешаю поставлю на небольшой огонь и доведу до кипения как только смесь закипела сразу снимаю с огня добавляю соду и быстро перемешиваю образуется вот такая пена теперь добавляю сливочное масло тщательно перемешиваю и яйцо часть муки высыплю в миску где буду замешивать тесто вылью всю смесь и начну замешивать тесто вот такое мягкое теплое тесто получается оно не липнет к рукам совершенно оно такое приятное очень нежное завернула тесто в пакет уберу в холодильник на 2-3 часа вот такую схему дома я вырезала обязательно ставлю фотографию отдельно чтобы вам было видно если вам такая же понравится схема домика то сделать по моей тесто я заранее вынула из холодильника чтобы оно немного стало мягким потому что в холодильнике оно становится жестким и с ним сложнее работать теперь тесто разделю и раскатаю примерно 3-4 миллиметра толщиной старайтесь раскатывать тесто равномерно чтобы не было бугров оконные проемы я буду заполнять карамельками их необходимо будет растолочь можно это сделать молоточком я думаю скалка тоже справится вот тебе два окошечка бутылочка 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 это ананасовый и вот там можно желтеньким еще взять и по и 2 до окошке заполнены теперь ставлю выпекаться 180 градусов на 8-10 минут выпекаются они очень быстро вот такие заготовки у меня уже есть дам им полностью остыть чтобы карамель затвердела а пока буду выпекать следующие из части остатков теста вырежу прянички в виде елочек остатки теста раскатала это будет основа на которой я поставлю домик раскатывать основу лучше сразу на пергаменте все детали испеклись они остывают осталось самое интересное построить домик и разокрасить приготовлю глазурь для украшения и для склеивания домика для нее мне понадобится два белка 400 грамм сахарной пудры плюс 50 грамм и столовая ложка лимонного сока который можно заменить лимонной кислотой на кончике ножа взбиваю белок просто венчиком до легкой такой пенистой структуры вот так это должно быть сам белок разбился он стал такой уже менее тягучий и превратился в легкую пену большего не надо добавляю сюда часть сахарной пудры от 400 грамм взбивать не надо просто перемешивать вливаю лимонный сок и снова добавляю сахарную пудру вот такая глазурь первая должна получиться теперь часть глазури переложу в отдельную посудку закрою ее пакетом или пленкой обязательно это необходимо сделать чтобы глазурь не высохла в оставшуюся половину который необходимо нам будет для скрепления домика выкладываю еще сахарную пудру эта глазурь должна быть гуще вот такая глазурь получается она более тягучая более плотная переложил такой зип-пакет все она готова это глазурь для склеивания неровные края домика я немножко потру на терке на мелкой и выровню их чтобы было проще склеивать вот так вот у меня получается и так я поступаю со всеми деталями так и Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо промазывайте все края глазурью, чтобы они были изнутри и снаружи хорошо промазаны. Дам так постоять домику 15-20 минут, пусть глазурь немножко схватится, подсохнет и уже буду ставить крышу. Дам домику опять высохнуть уже где-то примерно полчаса. Я прикрепила дверцу, труба установлена. Осталось украсить наш домик по своему желанию и вкусу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой праздничный пряничный домик у меня получился. Я точно знаю, что он получится и у вас. Готовить такой домик очень интересно и увлекательно. Обязательно зовите с собой детей, пусть они вам помогают. Для его исполнения необходимо только немного желания и терпения. Двери нашего канала всегда открыты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благодарю за просмотр этого видео. Всем до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok